ребятки доброе утро всем не знаю доброе оно не доброе но я сейчас собираюсь сделать бутеры и мы с мишка с чаем их попьем мишка ушел уже куда-то что-то там копать рыть сейчас я вам что-нибудь покажу копает если он будет снимать конечно вот вы говорите что я времени кстати 946 я это самое не даю мишки снимать и забрал у него камеру нет камера у него всегда находится просто он сам лениться не хочет что-то на меня болтливость не нападает еще какую фигню говорит так что все вопросы к нему почему он мало стал снимать такой вот у нас стеснительный молчаливый мишени всем привет у нас случилось доброе утро утро доброе не у всех вот и пока утро доброе не у всех я пойду что-нибудь найду если найду вам покажу вот я тут народ какой-то сигнал судя по сигналу нужно какая-то совете на чуть такой у нас две копейки две копейки 53 что ли посмотрим какой год 53 год две копейки достаточно хорошо сохранилась монетка и звезло мне сегодня а монетится это хорошо хорошо все на место так ну что ребят бутиков я нарубил ну какие красавцы получились бутики последний у нас решили наше путешествие еще на день продлить поэтому приключение не заканчивается у нас еще ждет много интересного впереди а ребят смотрите какой дом был красного кирпича с лепниной целый замок они план поедем посмотрим что тут вообще было ну да без этого никуда не деться быдлокоп и самое главное чего тут нет что это такое было интересно смотри какая усадьба может быть скорее всего потом уже под клуб перевели да ну да до этого какой-то барский дом действительно скорее всего да но как потолкам трепендец но как потолкам трепендец да жутковато немного немного не бойся миша какого жутковатого нету все ты выдумал все у тебя в голове страсти мордасти ну конечно из винтажа здесь только пиво балтика жалко такой чердак то потолки высоченные наши лесенки не хватит ну так ребятку такой фенди бобель домик то был такой серьезный понятно что тут действительно был какой-то колку этот клуб фиг пойми чё для культурного развития вон колхозников там развивались видео везде пузырь везде все водки вот горчицы я думал русская водка тоже опять в банках думаю он рояль шикарно что-то я даже зашел в какую-то запретную зону весь дом запретная зона и бравый мишка сталкер 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 с ножиком мишка сталкер с ножиком какой здесь чердак хорошая тут в него залезешь да жалко чуть-чуть не успели опять на какие-то лет пять я думаю в этом случае побольше вот а нечего крыша сгнила она начала вон потолок вот так-то богатый дом латку на кирпич разбирали просто ломали да ничего так не искали просто выбивают кирпичи не а тут обрушилась часть какая-то часть обрушилась часть утащили о на окна посмотри какие окна когда толщина окна богатые окна ладно ребят пойдемте ничего мы здесь не поищем и ничего не найдем ну что ж ребят вот такая усадьба тут но деревня жила деревня жил в Туде и мы едем дальше что там Так, ребятки, пробуем выехать на дорогу. Как Мишка сказал, там ручьёк на спорте. В принципе, проедем. Очень весело. Я думал тоже, что нормально. Ребят, Мишка каждый раз, когда боится, он меня снимает снаружи. Наглая лошадь, ради вас тоже зацепился. Чтобы хорошие кадры получились, чтобы вам было приятно посмотреть. Вот навернулся. Да, вот сейчас были бы приятные кадры. Так, ну вот здесь такой слив воды происходит весенний. А вот нам надо преодолеть. Ну вот я тебе скажу, снаружи вообще не страшно было. Так и снутри тоже, я не знаю, что ты вылазил. Как-то проедет. Он и через пруд проедет. Нет, ребят. Здесь раньше была, ребята, дорога. Здесь на лошадях. Лен катали здесь вот за прудом. Большая деревня была? Большая, здесь сгорела полдеревня. А, пожар был, да? Здесь сто домов сгорело. А вот недавно сгорело. Наш отстояли домик и вот этот. Трава горит, да? Трава. Там, там что-то горело. У нас не было лета. Там что-то не только дожгли, что ли, вот с белого села. Ну, вы знаете. Да, ладно, да. С той стороны, а ветер был с этой стороны. У нас домик как вода была, и тут домик. И те домики все сгорели. Вот эти два домика у нас как отстояли. И там полдеревни. А здесь тоже были сараи. Сараи тоже погорели. Сараи были. Так что я всю информацию вам надо отдала. Потому что я была здесь вот с такой. Ну, уехала попозже. А, родились здесь, да? Да. Здесь родительский дом. Вот дядь был уже подвесили вот дом. А то бы его уже и не было. Мы приезжаем, как я на пенсию пошла. На лето приезжаем сюда. Жизнь продлит немножко. Ну, да. Ну, да. Все такие детские воспоминания. Сердце поддержали. Они, наверное, да, еще. Было, наверное, пять лет. Это как во время войны горела вот эта вся деревня. Я помню, что вот у меня четыре годика, наверное, было. Я помню, что меня родители посылали вот вокруг вот этого все пожара обижать с иконкой. И я до конца деревни обегала вот это. И сожгла себе ноги. Залезла в этот. В угли, да? В залу. Я вот здесь сидела. Отмачивала. А что ты отмачивала? Мама, помню, паклю намылила, намылила это самое мыло. И я отлеживалась и дома не могла ходить. Вот это. Это 41-й год. А вот тут вот недавно был пожар. Недавно вот здесь вот. А мне мама 41-го года рождения. Мама 41-го года рождения. Да? Мама 41-го, да? А в 41-м мне было сколько? 37-й год. Это 4 года? 34 года, да. Да, было. Ну, помните его, да? Нет, очень хорошо. И мне сейчас страшно вот этот пожар. Мне страшно. Страшно. Вот пожар и гром, когда гремит. Я помню, это, мне кажется, гром гремел. А это, мама, Кесово и Берст бомбили. Это как еще? Торжок. Торжок еще. Там военные стоят. Военные эти были. Вот бои. А это осветит до земли, как огненное небо. Вот у меня до сих пор в башке вот это держится. Не могу. А ходим вот. Скотина пригоняет. А я бегу с матью за подол. Держусь. Боюсь. Где-то зарница. Зарница. Вроде как освещает, озаряет вот это. Рожь вот эта посеяна. Вот эти воспоминания мне очень из головы не вылезает. Мне как-то я боюсь. Страшно. Страшно. Ну, ребята, вы проедете. Да, мы сейчас по этой стороне проедем. Вот это обойдете, вылезете прямо. Поедет, тут поле будет. А поле там возвышенная почва. На этом месте будет. Историю рассказали. Да. Спасибо. Как, я сама? Да, да, да. Ну, приезжайте откуда? С Москвы. А, с Москвы, да. Не, я просто спросите, откуда. Мы у нас просто здесь есть женщина. Мы тоже, вот, где она живет. Она с четыре приезжает. А, с четыре? С четыре. С собакой, с кошкой. Выкупает купе. Тоже уже в возрасте такая женщина. Вот каждый год она приезжает. Пчел там разводит. Мы к ней часто ездим. Она круглый год здесь находится? Нет. Зимой она уезжает. На лето. На лето, да. Она приезжает заниматься. Пчел держит. Она приезжает к пчелам. Она сама отсюда родом. Привозит с собой кошку, собаку. А родом здесь, да? Родом отсюда. Она была геологом. А, ну она уже. Вот в Читу ее жизнь закинула. Она вот постоянно в родное село приезжает. Она без детей приезжает? Она вообще одна, как бы. Родня здесь есть. Родня здесь есть. Родня здесь есть. Да, детей у нее нету. А вот так вот каждый год она приезжает. Как гусь перелетный. Десять тысяч километров. Как неплохо. Вот плохо вроде. Ехать не ехать. А вот тянет. Представительно. Ну здесь и могилу кладешь. Думаю, если в конце отдам, здесь похоронят. К родителям похоронят. Думаю, ну все. Сейчас жизнь пошла. Ну да, когда... Ладно, дождь начался. Спасибо большое. Дождь начался. Не мокните уже. Спасибо. Всего хорошего вам. Здоровья побольше. А вы как хотели туда проехать прямо? Вот туда прямо? Да. А мы пока не знали. Мы просто едем по деревне. Едем. Воткнулись в пруд. Туда по Романцеву будет. Мы сейчас дальше... Да, вот Романцеву. Вот сейчас в сторону Романцеву пойдем. Там глухо. Там уже... Вот только вот эти, которые... Хозяйничают здесь. Техника. Мы их там проехали. Стоять. Ну все. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вот такая деревня, ребята. Вот такая деревня, ребята. Вот такая деревня. Погоди. Тихонечка. Открыли. Уже давалом крышку. Идем. Уже на воду крышку. Очень 좋을. Подпишитесь. Стоять. Думаете. До старого. Ну а погибли. До старого. Ну вот такой вот, ребят, дом. Ой, что такое? Слушай, это наверное рыбу ловили, скажи сегодня. Рыбу ловили? Да, сетки. Загоны такие были? Да, загоны для рыбы. Верши такие, да? Может быть. Да, ребятки, вот такая вот тут вот жопка. Смотри, стены взяли, просто выпилили. Да, просто выпилили стены. Ничего страшного, подумаешь, стены нету дома. Вот, ребят, был такой небольшой двор. Все обвалился. Уже обвалился, да? И вот была какая-то тут мастерская небольшая такая. Что-то тут делать. В подвале стоит. Так. Здесь был сенувал. Сенувал здесь был. Была одна коровка, наверное, держали. Маленький дворик. Домик самый маленький. О-о-о-о. Сверстка. О-о-о. Грустик, да? О-о-о. О-о-о. Видите, какой был клозет, полированный? О-о-о. О-о-о. Крышечка майонезная, трубочка, ниточка, стопочку. Раз, и лампадочка была такая. Вон, мишка идет, смотрите. Мишаня, нам Лен надо на уплотнение? Есть у нас, да? Тут такой хороший, Лен, посмотри. Да, хороший, Лен. Тут вообще пучок здоровый его. Его тут сушили специально. Мы его добывали здесь, держи. Вот. Виталий, держи. Видишь? Он еще послужит, а так сгниет. Еще один дом. Тоже нет ни полов, ничего. Там минеральная вода, стоят 16-го года. Кто-то его оставил, видишь? За полами заходили, да, забыли воду. Смотри, ребята, старая, старая русская забава. Лото? Лото, да. Да, часто где встречается, в домах. У меня до сих пор дома есть, мы играем даже иногда. Когда много народу собирается. О, чердачка нету. Чердачок весь здесь лежит, Мишань. Не забрали или отрожили? А, осыпался, походу. Мешочки раньше были такие. Их набивали солью, нос грели. О, машинка какая-то. Электромашинка для стрижки волос. Уважаемый товарищ продавец, перед продажей обязательно слегка смажьте режущие пластины любым жидким машинным маслом, как это показано на рисунке. Иначе машинка не будет работать. Заводская смазка во время хранения загустевает. Вот так, ребята. Уважаемый товарищ продавец. А сейчас барыга. Ёлки-палки. Попробуем здесь залезть на чердак. Печка есть. Как раз вот чердак здесь обвалился. Во, народ, мне прям повезло. Я вон что откопал. Какой-то вот, какалик, конечно, но царь. Какой-то царь, пока не пойму, что копейка, скорее всего. Вот. Вот прям вот. Ну, проходе прям лежал. Что ж, будем посмотреть дальше, что здесь есть. Место очень интересное. Красавчик. Уф-уф-уф-уф. Да, звонить здесь точно негде будет. Но может, что-нибудь старенького найдется. Это уже интересно. Какие-то одни кости. И всякие фигни. Короче. Бррр, жуткий чердак. страх просто страх с повесим сюда металлик пусть он тут висит и потом заберу как спущусь мне не шелся ловить ничего больше все современное две нитки живые смотреть цена 40 копеек она рабочим ее поставим она будет нам еще служить долго она пролежала и ничего с ней не стало любил хозяин селедку кстати вот тут часики были часики вытащу развалились часы уже ходить не будут маяк советский ну что кто такие раритет ребят за большие деньги есть кассета красной плесени а есть ценители на пленке смотрите че нашел красная плесень реально кроме шуток ребят скруто самый что ни на есть раритет найду ценителя продам задорого вот ребятки мы вернулись к дому где мишка нашел большую канину и монетку а я на чердаке здесь нашел две монеты царские очень хорошем сохране сейчас хочу полазить по дому еще посмотреть может что-то еще найду интересного так что не переключайтесь где в ухо городская вот сработал туба таймер этим и все здесь зажигание выключилась чудесно но ребят нашел шильдик какой-то тут в леске обозначение нет никаких ну что ребят решили мы закругляться с этими поисками что тому под это под ухо лизда вот либо брать и день отдыха просто сидеть семечки плевать там балдеть ну такой возможности у нас нету просто мы бы завтра уже возвращались вот а смысл нам сегодня ночевать когда нам тут ходу до дома два часа максимум вот я сегодня уже поеду домой а мишка останется еще тут хозяйства порядка наводить с пчелами воевать своими дождались осенью будем мишкин мед кушать кушать да и вас может быть костей кто захочет только только самых дорогих ценителей гурманов медовых гурманов медовых мы сможем снабдить мишкиным медом по моим кузыречка после копать а здорово да представляете ребят ехала женщина здесь между деревнями по дороге по асфальтовой и навстречу и медведь вышел вот-вот по телефону мужу скорее приезжай меня спасай выручай все у нас теперь между деревнями никто не ходит мама меня в медведь насмерть съел нет ну так мишку то увидишь на этом это питмашься машься говном а где же его возьму ну когда увидишь ты она будет вот так что у нас тоталер медведь появился деревенский два медведя мишка сразу загрузил его в город захотелось медведя не в счет ну что ж ребят вот мы закончили наше путешествие уже возле машины и мы прошли 105 километров 500 метров за три дня какие-то были километры вы сами видите были остановки были поиски хотелось понять что такое заброшки что такое чердачный куб я пока его не увидел и не понял может быть те места где мы просто были это все выбито все вычищено конечно хочется найти обычно место для обычного куба нормально какое-то это покопать так ну ладно все впереди у нас еще мы будем потихоньку уходить на воду перейдем на катер будем пробовать на воде ловить рыбу отдыхать если погода позволит конечно не показывать вам новые видео всего хорошего ребят пока если что-то будет на обратной дороге то я вам обязательно покажу а нет так вот так вот попрощаемся значит спасибо что ты досмотрел наше видео до конца если понравилось ставь лайк также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики вот это для тебя подобрал youtube вот это наш самый последний новый ролик и вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами если ты еще не подписан обязательно подпишись вот здесь нажми на кружок спасибо пока